А тема сегодняшнего видео – автомобиль в Грузии. И начну я собственно с той машины, на которой езжу сам. Мне достался Mercedes CLK серебристого цвета с двигателем 3 литра. Стоит он в Грузии в среднем от 3,5 до 5 тысяч долларов в этом кузове, в зависимости от состояния. Машина довольно не новая, 2003 года. Но за счет того, что она находится в очень хорошем состоянии, потому что машина купая, они, как правило, вторая машина в семье. Соответственно, единственное, что с ней делают, это выезжают подрифтовать. Поэтому я решил и купил себе именно такую машину. Что я здесь делал? Купил я ее за очень дешевые деньги в городе Тбилиси. Состояние у нее очень близкое к идеальному, я ее в таком состоянии поддерживаю. Почему я выбрал машину Mercedes CLK? Потому что самые популярные машины в Грузии, они идут в бюджете от 3 до 5 тысяч долларов. Это тоже можно очень легко проверить. Каким образом? Есть самый большой портал MyAuto.g. На этом автопортале самое большое количество объявлений именно в бюджете 3-5 тысяч долларов. Второй по популярности это уже 5-7. Третий это 2-3 тысячи долларов. Я вот так вот раскидал, в общем получилось, что самые популярные машины от 3 до 5 тысяч. Это очень удобно брать машину в этом бюджете, которая самая популярная в стране, потому что ее очень легко продать. Ну и плюс надо брать что-то очень популярное, чтобы на это всегда были запчасти. И на этом нужно было ездить без проблем, а не ремонтироваться как с каким-нибудь редкостным линкольным. Или кем-нибудь еще более экзотичным. Автомобили в Грузии стоят в среднем дешевле 1,5-2 раза, чем в Украине и в России. А за счет того, что здесь очень низкая стоимость растаможки, нет откатных схем на таможне. То есть таможня работает достаточно исправно. И поэтому автомобили здесь не имеют дополнительной наценки в виде каких-то откатов, либо бешеных таможенных сборов. Если мы говорим про машины гибридные, допустим тот же самый Prius или Honda Fit, то растаможить этот автомобиль 11-13 года будет стоить правильнее тысячи долларов. При том, что в России, допустим, это будет стоить 1300 рублей, в долларах это уже 4000 долларов. Такой мерседесик года 12-го можно взять тысяч за 10 долларов. Но это будет ненародный автомобиль, поэтому я его не взял. Хотя он мне очень нравится. Вот, если говорить о том, какие автомобили здесь самые популярные, то это машины в бюджете от 3 до 5 тысяч долларов, как я уже сказал. А самые народные автомобили это, конечно же, Prius. Но Prius лучше всего, если брать для езды по Грузии, то брать его нерастоноженным, потому что здесь это народная машина и, соответственно, очень много их работает в такси. И после такси он будет продаваться там за 2800 до 3000 долларов года 2007-2008. Но это будет не машина, это будет мясо, которое вы будете ремонтировать очень долго. И ездить на нем не получится. В бюджете 3-5 тысяч долларов. Довольно популярные машины это Mercedes. Вот такие E-шки. Они будут стоить ближе к 5000 долларов. Это Mercedes C-класса, примерно как тот, на котором езжу сейчас я. Это более-менее живой Prius с собственной растаможкой. Но он будет начинаться летом, наверное, от 5 до 7 тысяч. Это Honda Fit, тоже довольно популярные автомобили. Как я уже сказал, растаможка здесь недорогая. А теперь, что касается самых популярных моделей. Одна из самых популярных моделей это Hyundai Sonata. Года с 11 по год 14. Это достаточно крупный автомобиль по размеру. И хороший, наверное, конкурент Toyota Camry. Стоят они примерно одинаково. То есть предельный ценник там доходит, по-моему, тысячи до шести. Вот такой Camry 40-ка. Вот, разница в годах у них будет года 4. Но Camry все-таки более надежный автомобиль. На мой взгляд. У меня был, кстати, 40-й кузов. И на нем очень удобно ездить. Единственное, что салон там очень бедный. Вот, на Hyundai все-таки немножко поинтересней. А так очень надежный автомобиль. В целом, если у вас есть от 4 до 7 тысяч долларов, то вполне себе для поездок здесь можно купить именно Toyota Camry. Кстати, почти все Skoda Octavia здесь полицейские автомобили. На них ездят оперативники разыскной службы полиции. То есть Octavia либо она перепродана из рук полиции уже физическому лицу, либо на ней ездят оперативники. Поэтому они почти все в Грузии затонированы. Очень популярны Toyota Camry в следующих кузовах. После 40-го в 11-12-го года такая машина будет стоить около 6-7 тысяч долларов. И они, кстати, по ценнику примерно конкурируют с Hyundai Sonata. В целом, даже если бюджет от 1 до 2 тысяч долларов, можно приобрести что-нибудь типа такого Мерседеса. Либо вот такой вот BMW. Старенький год, с 95-го, с 97-го. Ремонтировать их, конечно, придется очень часто. И скорее придется даже больше ремонтировать, чем ездить. Но, тем не менее, они довольно популярны и ходовые здесь. И я очень часто вижу их на улице. Ну, а в ценовом сегменте они, пожалуй, одни из самых дешевых и популярных автомобилей. Но смысл такой, что, допустим, я брал машину с расходом 15 литров на 100 километров. И живя в Батуми, я трачу на бензин в месяц около 200 лари. При том, что я езжу там в спортзал, я езжу... Ну, я выезжаю, в принципе, из дома, потому что я живу чуть-чуть в стороне метро-сети. То есть мы почти каждый вечер ездим погулять на площади Европы. И суммарно получается в месяц около 200 лари. При этом я мог бы ездить на каком-нибудь экономичном автомобиле типа Prius и тратить, скажем, 100 лари. Это не настолько принципиально, а при желании можно топнуть. А как вообще сформирован, собственно, рынок автомобилей в Грузии? Почти все эти машины, они везутся из Америки. То есть они выкупаются на аукционах, они выкупаются там битами, чаще всего со стрелянтыми подушками. Ну, они стараются, естественно, выкупать самые дешевые, либо самые живые. И вот что очень интересно в Грузии, вы можете перед покупкой машины, которая еще не растаможена, которую вы только собираетесь таможить, а заказать прямо на таможне Carfax. Carfax – это в том числе и фотография того, в каком виде машина пришла в Грузию. Соответственно, что с ней делалось, как она ремонтировалась и, собственно, надо ли вам ее из такого состояния восстановленную себе покупать, и не будет ли проблем при эксплуатации их дальнейших. В городе Тбилиси есть достаточно большой район, наверное, даже рынков. Он называется Рустави. Самый популярный рынок там называется Автопапа, но он далеко не единственный. Там 4 или 5 автомобильных рынков, и, соответственно, есть собственный портал у них, автопапа.джи. Но я считаю, что лучший сайт для поиска автомобилей в Грузии – это все-таки MyAuto. Там гораздо больше предложений, и там публикуются не только те предложения, которые выставлены на этом самом рынке, а там публикуются предложения, собственно, со всей Грузией. Если вы человек молодой, рисковый, и категорически-то хотите даже при учете невысоких цен на машины в Грузии купить машину дешевле рынка, то есть куча вариантов, которые называются автоломбард. То есть многие ребята берут не по размеру автомобиль, не могут его оплачивать, оставляют его в ломбарде, и там происходит такая двойная сделка с выкупом из автоломбарда и плюс оплатой остатки суммы продавцу. Я так никогда не делал, если честно, и предложений достаточно хороших никогда не видел. Но думаю, что проблема еще и в том, что какая-то это немного мутная схема. В принципе, я думаю, что лучше все делать как-то более прозрачно, особенно с учетом того, что машины здесь недорогие. Отдельно я могу сказать, что в Батуме очень популярна тема с мустангами, челленджерами и, господи, как третья называется, забыл. Это вот именно спортивные вот эти американские машины мощные. А, Chevrolet Camaro, третья машина. Они очень похожи между собой. Это двухдверные такие спорткары мускулистые. Купить Camaro, допустим, года 2008-го, можно тысяч за 6 долларов всего. Она уже будет растаможенная, можно будет на ней здесь ездить. Range не видел, чтобы они были сильно популярными. Но, тем не менее, эти машины на улицах тоже ездят. Отдельная история тут с автосервисами. Пожалуй, из того, что я слышал от местных и с чем немножко сталкивался сам, это маляры и жестянщики. Но они, по большому счету, насколько я помню, и в других странах примерно такие же очень творческие ребята, которые могут взять, покрасить вашу машину и пропасть на месяц. Машина будет стоять и ждать, пока вы ей займетесь. Сама стоимость обслуживания автомобилей достаточно недорогая. То есть, сами работы, они, в принципе, дешевые. Единственное, зависит от того, какие вы ставите запчасти. Ну, допустим, на том Mercedes, который я взял, за два года я поменял стойки. Передние стойки на Mercedes CLK купешку стоили вместе с работой 400 лари. 400 лари – это 150 долларов. Это сами стойки плюс их замена. И еще я ремонтировал кондиционер. Замена кондиционера у меня обошлась. Мне тоже еще по 400 лари. То есть, за два года эксплуатационные расходы. Поэтому Mercedes у меня составили 800 лари. То есть, 10 тысяч рублей или 150 долларов в год. На бензин, как я сказал, уже тратится примерно около 200 лари. Это с учетом того, что я живу в Батуми и езжу на машине с расходом 15 литров на 100 километров. То есть, у меня расход еще и повышенный. Но я не каждый день езжу на работу, но тем не менее, как на работу, я езжу на прогулки и на спорте. В завершение хочу сказать, что поскольку очень большой автомобильный трафик с Америки идет в Грузию, соответственно, сюда приезжают покупать машины и из России, и из Украины. Не растаможенными их здесь забирают со второго рынка и, соответственно, увозят в те страны, в которые... Ну, где, в общем, растаможка дороже. Экономия получается примерно процентов 20 от рыночной цены, по которой эти же машины стоят в той стране. Большое спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы по поводу автомобиля в Грузии, я что-то не рассказал в этом ролике. Эти вопросы можно задать в комментариях. Я не...